Со мной Ариал Табак и мы собираемся дать 5 важнейших советов по сохранению гарда. Весь год я много работал над своим гардом, поскольку это самая важная вещь для улучшения моей игры. Я был уверен, что смогу подглядеть чьи-то удивительные секреты по сохранению гарда. И Ари сразу же пришел мне на ум, потому что его гард пройти очень-очень сложно. Он хорош везде, но гард у него просто выдающийся. И я вложил кучу времени для работы над тем, что он мне показывал, и все это мы собрали в нашем новом видеокурсе «Онтология сохранения гарда». Кстати, многие штуки, которые я учил, никогда не видел раньше. Они добавили мне много нового понимания. Да, я знаю много, я видел много обучающих DVD по джиу-джитсу, видел много разных концепций, но вещи, над которыми мы работали, я раньше не знал. Они оказали большое влияние на мою игру, и и вам они тоже зайдут. Одна из самых важных деталей, которые я нашел в сохранении гарда — правило всегда чувствовать, что моя верхняя часть тела следует за нижней частью тела. В случае, если противник, скажем, блокирует меня никатом и хочет прижать мою левую ногу к полу, он фактически отделяет верх моего тела от низа. Но если моя верхняя часть тела едина с моей нижней частью, он не сможет пришпилить мое колено. Итак, по сценарию Лаклан начинает фиксировать мою ногу, и если я реально соединяю верх тела с тазом в единое целое, он не получит возможности попасть в никат, и моя нога не окажется в ловушке. Теперь ему намного сложнее продолжить проход гарда, а мне легче защититься, оттолкнув его стопами. Другой пример. Лаклан хочет сбросить мою ногу в сторону. Это снова попытка разделить верхнюю и нижнюю части моего тела. Мне нужно убедиться, что мое тело — это единое целое. Он отбрасывает мои ноги в сторону, я соединяю свой верх тела с низом, двигаясь в одном направлении, чтобы выровнять свою позицию. И снова не допустить разделения верхней и нижней частей тела, чтобы не дать пространства для того, чтобы подобраться к моему корпусу. Очень важный совет — это держать свои колени у груди. Вот так. Что я имею в виду? Почему так? Смотрите. Всегда, как только я открываю пространство здесь, Ари может поставить блок и использовать эту дырень для прохода моего гарда. По сути, проход гарда — это когда соперник занимает это пространство между вашими плечами и бедрами. Поэтому мы хотим закрыть это пространство своими коленями. Выглядит это вот так. И давайте коротко о разнице углов. Не стоит делать вот так, то есть прижимать колени прямо параллельно к груди. Так я фактически еще даю подход к своему корпусу. Ари обходит, ставит свое колено и по сути проходит меня. Я советую прижимать колено к плечам с внешней стороны корпуса. И если он сейчас попробует также поставить свое колено, то это не сработает. И я, скорее всего, достаточно легко восстановлю гард. Теперь немного об ошибках, которые мы часто можем видеть у начинающих. Отсюда они вытягивают ноги к противнику. И это прекрасная возможность для него убрать ноги и освободить путь. Итак, выбрасывать ноги вперед далеко не лучшая идея. В то время как позиция к колене и груди отлично работает как против обходов снаружи ног, так и сквозь ноги. Ари идет на некат, а мое колено остается прижатым. И вы видите, он не может поставить колено на землю, как бы ему хотелось. Поэтому я рекомендую уделить время и поработать над сохранением этой позиции. Еще одна штука, на которую мы обратим ваше внимание, это высокий подбив. И это гораздо лучшая альтернатива хип-эскейпу. Давайте рассмотрим стандартный хип-эскейп. Мы используем его, чтобы отодвинуть жопу назад и создать дистанцию. И при этом оставаться лицом к угрожающему сопернику. Но поставим под сомнение этот способ, ибо в нем мы сами отделяем свои ноги от корпуса. Об этом мы говорили ранее. Я же хочу всегда прижимать колени к груди. Так что концепция хип-эскейпа противоречит нашему принципу. Но мы все же можем оставить колени прижатыми и создать нужное нам пространство, не используя хип-эскейп. Вот где работает высокий подбив. Высокий пинок — это когда я использую свою внешнюю ногу, ногу, которую соперник отдавливает, чтобы полукругом вывести ее наверх. Я использую локти и мах бедром, чтобы подняться и развернуться лицом к моему оппоненту. И это техника, которую можно использовать в разных сценариях сохранения гарда против попыток икс-пас, терада и так далее. Лаклан начинает буллфайтерс, а я делаю высокий подбив. И если он идет на сингл ангдер, точно такая же история. Попытка смеш-пасса, и я делаю то же самое. Хип-эскейп не настолько универсален. То, что наши колени на грузине, означает, что обе ноги находятся в одной плоскости. Следующий совет — держать одну ногу выше другой. Приведу простой пример. Обе ноги прижаты внизу. Ари может контролировать их, причем обе одновременно. Ему даже не нужно менять положение рук, чтобы просто развить атаку. Ари законтролил мои ноги, может вращать их, а у меня появляются проблемы с восстановлением. Я просто не могу отсюда упредить движение Ари. Но теперь одну ногу я буду держать выше другой. Примерно так. Одна смотрит вверх, другая вниз. Сейчас Ари контролирует эту ногу, может использовать разные захваты и разные пути прохода. Убрать одну ногу, загрузить весом вторую. Но ноги расположены не в одной плоскости. Одна вверху, другая внизу. Что значительно усложняет работу Ари. И здорово облегчает мне процесс восстановления гарда. Если Ари захочет меня развернуть, это тоже будет непросто. И я могу вращаться сам и защищаться. Также, если обе мои ноги подняты вверх в одной плоскости, Ари может толкать и складывать их назад. Достаточно легко при параллельных ногах. Но стоит направить одну ногу выше, а вторую вниз, меня будет уже не так просто опрокинуть. От этого меня защитит нижняя нога. Оттолкнут его, я восстанавливаю свою позицию. В общем, при моем асимметричном положении ног, прицеливаясь на одну ногу, Ари тут же получает контрмеры от второй. Ноги. Но просто валяться в этой позиции недостаточно. Это динамическая история. Ари пытается искать нужные захваты, а мои ноги постоянно двигаются, сохраняя принцип «одна выше, вторая ниже». Это позволит мне самому брать нужные захваты. А вот еще одна важная штука, которую вам стоит использовать, когда вы играете гард. Я говорю об использовании различных фреймов, тормозящих движение вашего оппонента. И, возможно, самая важная рамка во многих ситуациях – это фрейм с топами. Для остановки и замедления прохода вы можете использовать этот фрейм и контролировать дистанцию. Наиболее распространенные рамки – это установка стоп в бицепсы или в плечи. И в большинстве случаев это сильно затруднит мою прогрессию в проходе гарда. Мне будет сложно сократить дистанцию и занять позицию, соединив свою грудь с грудью нижнего. Обойти с флангов в такой ситуации будет также непросто, потому как фреймы установлены четко в правильных конкретных точках. И оппонент также будет легко двигаться вместе со мной в торе моим движением. К этому, несомненно, важно добавить, что когда я ставлю стопы на бицепсы, я немного отделяю свои колени от своей груди. В данном конкретном случае я не использую эту осанку, о которой мы говорили ранее. Концепция коленей к груди – это как раз для того случая, когда Ари уже контролирует мои ноги, и я пытаюсь сохранить свою безопасную позицию. Когда же стопы в бицепсах, технически я контролирую ситуацию и могу настраивать необходимые углы для своих атак. Но я не хочу слишком уж нарушать свое же правило. И если Ари отойдет, я ни в коем случае не стану тянуться своими ногами за ним. Это полная лажа. Моя задача – остаться в безопасности. И только в случае, если ноги в бицепсах, я позволяю коленям немного отделиться от груди. Еще раз о положении ног. Ставить ли их на бедра или в бицепсы. Многие ставят ноги сюда или крючками под колени. И здесь уже Ари легко контролировать меня. Но если мои стопы на бицепсах, и Ари также держит мои ноги, я все еще хорошо контролирую дистанцию. Как только я поставлю свои ноги ниже, он легко счистит их и отделит мои колени от груди, что, собственно, ему и нужно. Запомним. Ставить ноги на бедра реально только в случае, если мы имеем качественный контроль верха тела оппонента. И только теперь можно наступать ему на бедра и атаковать. За сим – все. В разы больше информации по теме сохранения гарда смотрите в нашем новом DVD «Онтология. Сохранение гарда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова